Здравствуйте! Меня зовут Ирина Шадрина. И вот уже почти 30 лет я работаю на телевидении. И больше десяти помогаю людям не бояться этого самого телевидения. Каким людям, спросите вы? Ну, не массовки, конечно, а тем, кто попадает в кадр. И прежде всего тем, кто дает интервью, тем, у кого берут интервью. Ну, если сейчас вам показалось, что на ближайшее время никаких встреч журналистами у вас не запланировано, а значит интервью тоже, то, скажу вам, скорее всего, вы ошибаетесь. Потому что снять вас на видео в любое время, в любом месте может каждый. Причем не спросят ни вашего разрешения, ни желания, ни вашего понимания того, о чем придется говорить. Короче говоря, снять в любое время, в любом месте, выложить в сеть, а это уже совсем другая история, видеоистория. И храниться она будет долго, а значит просматриваться и обсуждаться. Поговорим, как нужно готовиться к интервью. Так, чтобы не попасть в просаг. И прежде всего, о тех интервью, которых вы все-таки знаете, в курсе и понимаете, что вам предстоит общаться с журналистами. Что самое главное перед выступлением? Правильно, спокойствие. Спокойствие и только спокойствие. Но как его добиться? Во-первых, никогда не говорите о том, в чем плохо разбираетесь. Ну или вообще слабо понимаете, что это. Говорите только о том, в чем вы дока. Знаете плюсы и минусы. Готовы дискутировать, обсуждать, спорить. Это самое главное. Второе. Никто и никогда, нигде и никому не запрещал пользоваться тезисами. Вот у меня они тоже есть. Зачем они нужны? Тезисы пишутся для того, чтобы не забыть последовательность того, о чем нужно говорить. Сделать акценты на самом важном. И еще для того, чтобы написать какие-то конкретные фразы, которые вам точно нужно произнести. И, конечно, для того, чтобы не перепутать цифры. Но хочу сказать, цифрами не увлекайтесь. Любая цифра должна быть объяснена. Ну, например, совсем недавно мы писали видеоисторию про известного не только в Архангельске, но и за пределами нашего города и даже региона, фермере Владимире Будейкине. Так вот, мы говорили, что сейчас у него несколько десятков кос, а еще огромное количество кур, кроликов, всякой живности, которую можно смотреть, трогать, кормить, играть и так далее. Ну, ничего особенного, если не знать, за сколько времени они появились и что у этого фермера-предпринимателя дальше в планах. Или еще. Тоже совсем недавно мы снимали видеоматериал о кукольнице Елене Пантиной. Очень красивые куклы, очень необычные. Она показала нам первую и показала, сколько их сейчас. Ну, невозможно даже взглядом охватить, учитывая то, что они тоже уже проданы далеко за пределы региона и даже нашей страны. И все бы ничего, если бы не знать, что сделали эти куклы. Две женщины, две кукольницы, Елена и еще одна мастерица. То есть цифры должны помогать нам представлять то, о чем вы говорите, делать дополнительный акцент. А не просто сказали 10, 15, 20, ничего не объяснили, тогда можно совсем не говорить. Что еще важно? Говорите эмоционально, если умеете, конечно. Очень часто спрашивают, а можно ли жестикулировать во время разговора. Не просто можно, а даже нужно. Только все ваши жесты должны быть на уровне пояса и выше. Вот так. Ни в коем случае не убирайте руки назад, не запихивайте их в карманы. Ну и уж и, конечно, не делайте вот так. Не закрывайтесь от слушателей и не мешайте им вас воспринимать. Что еще важно? Не говорите много. Если обозначен регламент, укладывайтесь в него. Лучше говорите чуть меньше, но ни в коем случае не чуть больше. Зачем? Ну, таким образом вы показываете уважение к слушателям, уважение к тем, кто выступает после вас. Например, если это конференция или презентация каких-то проектов. Кстати, большой телевизионный сюжет начинается с трех минут. Вроде нам кажется, три минуты это так мало. А на самом деле за три минуты можно сказать очень многое, самое важное. Причем подкрепить это доказательствами, подкрепить это мнениями очень авторитетных экспертов. Так что три минуты это достаточно. А вот все видео истории, про которые, кстати, мы будем говорить совсем уже в другой раз, на другом уроке. Видео истории, какие-то ваши байки, интересные рассказы, все, что имеет отношение к тому, о чем вы рассказываете, это уже за пределами трех минут. И еще пятое, ну и, наверное, самое главное. Наивно думать, что какая-то необыкновенно умная мысль, вдохновение придет к вам во время выступления. Это не так. Экспромт не случится, если он не был подготовлен. И это тоже очень важно. К любому выступлению нужно готовиться. Текст выступления лучше писать, если вы это вообще никогда раньше не делали. Пишите текст целиком. Дальше попробуйте проговорить. Сейчас для этого есть необходимое средство. Помощник, телефон. Запишите, хронометрируйте, отсчитайте, сколько по времени. Укладываетесь вы в положенное время или не укладываетесь. Если не укладываетесь, лучше сокращайте. Кстати, еще в помощь вам, если вы пишете от руки и написали на листе формата А4, то один лист таким размашистым почерком – это примерно минута. Так что вы можете отсчитать, сколько вы написали. Вывод. О ваших гениальных идеях люди узнают только в том случае, если вы сможете о них рассказать доходчиво, понятно, просто. А это значит, не просто узнают, но и захотят поддержать, в том числе и инвестировать. Но. Есть одно но. Хотя, если честно, даже не одно. Знаете, оценивают не проект, а человека. Что это значит? Ученые почитали и с уверенностью заявляют, только 7% информации люди воспринимают вербально, то есть, через слова. Больше 50% через одежду, междометия, паузы, позу и даже интонацию. Скажите, вы знаете, что значит одеться телевизионно? Вообще быть хорошо одетым, стильно и красиво и быть одетым телевизионно – это две большие разницы. Почему? Если вы точно знаете, что вы идете на интервью или вы отправляетесь в ту компанию, где любят снимать видео, то никогда не надевайте клетчатое, пестрое, полосатое и прозрачное. Только однотонное и непрозрачное. Ну, если, конечно, вы не хотите, чтобы вас просто рассматривали, а не слушали и не слышали. Вообще, телевизионные операторы и техника больше всего любят синий цвет и все его оттенки. Но это не значит, что нужно всем одеться в синее, серое, голубое и даже белое. Нет. Как видите, я, например, совершенно в другом цвете. Самое главное, чтобы цвета были приглушенные, не яркие, не кричащие. Может быть и голубой, конечно, и зеленый, и желтый, и красный. Но лучше пастельные тона, приглушенные. И они не будут отвлекать внимание. Тогда будут слушать и смотреть на вас. На сцене или в телевизионном павильоне, когда вы будете давать интервью, может быть видна обувь. А что это значит? Это значит, что обувь, если вы пришли на запись в холодное время года, лучше иметь сменную. Ну, сами понимаете, тогда не придется прятать ноги под столом для того, чтобы скрыть сапоги, на которых, например, появились разводы от снега. Обращаю внимание мужчин. Вот сейчас вы наверняка сидите. Обратите внимание на свои ноги. Даже когда вы сидите, из-под брюк должны быть видны носки, а не ноги. Если видны ноги, значит, нужно купить длинные носки или гольфы и только в них присутствовать на переговорах или идти на телевизионное интервью на запись в студию. Проверьте это, посмотрите, попробуйте, потому что если будут видны ноги, то я вас уверяю, смотреть будут только туда. Больше ничего слышать не будут. Ну, по поводу междометий, я думаю, что все понятно. Конечно, Конечно, ненормативная лексика исключена полностью, но если вдруг вы любитель произносить часто «м», «ну», «вот», и делаете это постоянно в каждой фразе, от этого, конечно, нужно избавиться, потому что это тоже будет привлекать внимание, ну, примерно так же, как голые ноги или прозрачная блузка. Что делать? Вот здесь вам потребуется помощь, в одиночку справиться сложно. Нужно попросить для начала ваших родных и близких. Как только вы произносите вот эти самые «м», «ну», «вот», пускай они сразу же говорят слово, вам не очень приятное. Оно, например, «пупсик». Вы будете реагировать, вы поймёте, сколько раз вы произносите вот эти ненужные слова и начнёте думать, как их исправить, заменить, пропустить. Если по какой-то причине сейчас рядом никого нет, но где-то же рядом с вами есть люди, у вас есть друзья, есть коллеги по работе, обратитесь к ним, это будет весело для них, а для вас поучительно, и вы поймёте, как много лишних и ненужных слов вы произносите и будете стараться от них избавляться. Это точно, это я вам гарантирую. Итак, человека прежде всего воспринимают по тому, как он выглядит и как он говорит, а не что он говорит. Очень важна ещё поза. Вот смотрите, сейчас я буду брать у вас интервью. Вы, конечно, немного волнуетесь, хотя говорить мы будем о том, что вам хорошо известно, о вас и о вашем бизнесе. Итак, как нужно сесть во время разговора? Сесть нужно обязательно на край стула. Ни в коем случае не прислоняйтесь к спинке. И ещё немножко наклониться вперёд. Такая поза готовности к старту. Почувствуйте её. Это ощущение действительно как перед стартом. Готовность принять удар, отбить удар. Как будто вы сейчас полностью собрались и точно знаете, что пойдёте вперёд, несмотря ни на что. Вот это очень важно. И важно это ощущение запомнить для того, чтобы потом его повторить. Но и это ещё не всё. Даже если вы подготовились к интервью, знаете о чём и как говорить. Выбрали правильную одежду и приняли правильную позу, вот эту готовность к старту. Но вдруг журналист задаёт вам вопрос, в ответе на который вы сильно сомневаетесь или вообще не знаете, что говорить. Как поступить? На самом деле поступить нужно честно. Сказать, что вы не знаете ответа на этот вопрос, но обязательно выясните и ответите в следующий раз. Или сказать, что сейчас пока со стопроцентной уверенностью, например, вы гарантировать не можете, но точно знаете, что этот проект будет запущен и обязательно о нём расскажете. Или поблагодарить за вопрос и сказать, что вы даже не ожидали, что тема может повернуться в такую сторону. Но вы обязательно разберётесь и ответите в следующий раз. Короче говоря, чем честнее и ближе к истине вы будете говорить, а лучше саму истину, тем правильнее вы будете восприняты теми людьми, которые вас слушают. И поверьте, камера очень хорошо отличает истину от лжи. Это всегда очень сильно заметно. И это очень неприятно, когда видно. А видно всегда. Ну или почти всегда. Вообще, во время любого выступления лучше оставаться самим собой. Если, например, вы привыкли шутить, то шутите, никто вам этого не запрещает. Или вы любите прям сыпать фразами из любимых фильмов. Или цитировать каких-то авторов. Тоже это делайте. Вы показываете то, какое вы на самом деле. Вы показываете, в конце концов, свою эрудицию. Но ни в коем случае не переходите на чиновничий язык. Прошу вас, как минимум, исключите из своей лексики два слова. Очень часто люди говорят, вы знаете, по данному вопросу мне больше нечего ответить. По какому данному, кому данному, кем, зачем. Вообще смысловая нагрузка – слово данный. Никакая. Этот мы можем его заменить. То есть вполне можно обойтись без этого слова. Но оно прям неприятное ощущение производит, потому что это слово чиновничье. Второе слово – мероприятие. У него как раз смысловая нагрузка есть. И, как правило, она негативная. Почему? Ну, вспомните, в детстве на мероприятия мы ходили не потому, что нам хотелось, а потому, что это было нужно делать. Поэтому мероприятие по возможности нужно заменять другими словами. Например, событие. Согласитесь, совсем другое ощущение. Это уже не то, куда нужно идти, а куда хочется, где интересно что-то узнать. В конце концов, это можно напрямую назвать тем, чем это называется. Выставкой, презентацией, просмотром, да чем угодно. Нужно обязательно найти любые другие слова, кроме мероприятия. Итак, во время выступления самое главное – вести себя естественно, но и, конечно, не скрывать эмоции. Второе. Забудьте слова, те самые, про которые я говорила, данные и мероприятия. И третье. Любой разговор, встречу, интервью, беседу всегда заканчивайте на позитиве. Что это значит? Да если даже сейчас дела у вас идут не очень хорошо, то говорите о том, к чему вы стремитесь, что сейчас вы делаете для того, чтобы достичь вот этой самой цели. То есть все слушатели должны вместе с вами увидеть свет в конце тоннеля. Ну что ж, теперь вы знаете, как подготовиться к интервью и даже кое-что о том, как его провести. Я надеюсь, что у вас уже есть очень много вопросов ко мне. Я вам обещаю, что я буду искать ответы на все эти вопросы. До встречи в эфире.